Субтитры создавал DimaTorzok Девушки отдыхают Есть хочешь? Терплю. Мне спрятаться надо. Обожди минуту. Слушай, Реп, надо поговорить. Надо бы куда-нибудь ее спрятать. Нафиг она нужна? Она из винтовки сбежала. Какая разница? У нее хата в Москве. Ну и что? В Москве. А, Владыик. Только проследи за ней лично. И глаза завержи. Так темно. Правило. Субтитры создавал DimaTorzok КОНЕЦ 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 Блин, охренели совсем. Репа. Будешь? Ой, а можно посмотреть? Посмотри. Паша, откуда они у тебя? Это ж настоящий Ролекс. Бабка наследство оставила. Паша, это часы моего отца. Я ничего не знаю. Паша, он пропал. Мне нужно его найти. Пошли. Я не могу тебе их отдать. Да и не надо. Ты просто скажи мне, где ты их нашел? Паша, мне правда это очень нужно. Меня ищет милиция, за мной охотятся убийцы. Мне правда очень нужно найти отца. Украл я их. Где? На охотничьей базе. Ты не думай, я не собираюсь всю жизнь быть вором. Да я верю, верю. Скажи, а там не было, не видел такого высокого седого мужчины? Никого там не было. Я бы отдал тебе часы, но они зачислены в общак. Мы собираем деньги, чтобы уехать отсюда в Москву. Ну, дать на лапу за паспорта, регистрацию. Ну, чтобы все по форме было. Разумно. Ай-яй-яй-яй-яй! Сынка мой! Ай-яй-яй-яй! А как значит, Федора? А когда вы Федора в последний раз видели? Вера Васильевна, вы когда Федора в последний раз видели? Так, почитай. Калиты изъявились. Кто? Были тут двое. Халтуру предлагали. Кто по строительству кумека. Ну, наш Федор вызвался. Грошу завсюду потребны. А у них только один похмел в башке. Балабул. Сам быстро мимо рота носишь. А у Федора двое мальцов осталось. Женка места не заходит. А с ним еще кто-нибудь на халтуру поехал? Так Колька и поехал. Колька. Тоже не вернулся? Что ему здесь-то вернулся? Пьяный каждый день ходит. А где Федор молчить? Трутень. Как эти двое выглядели, которые приезжали? Как-как? Они как? Молодые хлопцы. У одного шея такая обычная, а другие шустрые. Сразу с ним по стопору налил. А машина какая? Коричневая, не наша. Не, красная. Иномарка. Красная? А, да, красная. Коричневая или красная? Красная. 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 Я тут написал, когда и куда приехать. Вот. Ага. И Кольку этого как найти, скажите? Бензина. Известно где у Крамы. Бензин это что, прозвище такое? Так он пьет все что? Не по поди. Все что горит пьет. Понятно. Счастливо. Бывайте. Галя. Что? Глянь еще наши крабли. У них крайние зубья сгнутые. Хорошо. И двери потом запри. Хорошо. Хорошо. . Что? Хахахахаха. . Спасибо. Ну, как делишки, Фронтик? Нормально, нормальное дело. Ну, что у вас? Показывай. О, хорошо. Только не Китай. Какой Китай? Фирма? На реализацию. Не, оптом. По моей цене. Хорошо, по твоей. Пока. Держи. Жадный ты, Фронтик. Все нормально. Все, ребята, все. Это они? Они, они. Пойдем. Точно здесь? Да я не помню. Так собери мозги в пучок. Не помню я. Так вспоминай. Вот этот вагончик зеленый. Зеленый? Ну? Тут кантовались? Да. Как зовут хотя бы? Вспомнил? Биздин. Да не тебя, а этих. Мне так хреново, начальник. Хреново ему. На, лечись, больной. Человек. Начальник, ты же этот? Ты же этот, мне гре. Я сейчас приду, ты мне все напишешь. Понял? Ага. Здравствуйте. Здравствуйте. В чем дело? Я сторож. Вы не знаете, чей это участок? Не знаю. Давно пустует. Пустует? А сюда иномарка красная на днях не приезжала? Какая иномарка? Там одни алкаши собираются. Ближу только, чтобы не подожгли Ира, да чего. И что, ничего не строили? А чего тут зимой строить? Ладно, спасибо. Так, хорек облезлый. Собирайся. Куда? В отдел поедем. Зачем? Я тебя в обезьянник сначала сдам, потом в изолятор, суд, тюрьма и так далее. Ты понял? За что? За убийство собутыльника. Э, гражданин начальник. Ты что, мне врать задумал? Сюда никто не приезжал, а здесь никто ничего не строил. Ты зачем убил Федора? Гражданин начальник, я никого не убил. А ты зачем Федора убил? Я тебе все скажу. Давай. Рассказывай. Ну, не хотел говорить сначала. Те двое. Они корову завалить хотели. Какую корову? Ну, мы себя добыть хотели. А мы же, Федька, эти места как свой карман знаем. Ну, промышляли помаленьку. Браконьерничали. Да какое браконьерничали? Ну, было у нас там пару капканов, там, селки, ловушки. Так ты знаешь, это же в основном. У нас в лесу объект секретный есть. Чего? Ну, домишка такой, развалюха брошенная в озеро. Ну, бывшего этого, лесничего. Туда летом-то не доберешься. А почему ты сразу не сказал? Да мы там, гражданин начальник, брашку ставили. Да, ну, летом чьим-чим мелье сгнали. Ну, вот, место такое, что никто не найдет. Не хотелось бы светить. Да вы уже засветились. Вы уже так засветились. И что, вы этих браконьеров туда завезли? Ну, да. Как раз к носу добрались. Они нам бухла, закуски. Говорят, давайте, отдыхайте, мужики. А с рассветом на охоту. Я под утро проснулся, а никого нет. И пески тоже. Прождал полдня, продрог как черт. И домой потом пошел. Завтра заеду, покажешь мне ваш секретный объект. Я гражданин начальник, я в лес больше не пойду. А что ты испугался? Да вот это вы не знаете про зверь-людоеда. Слушай, бензин, это у тебя белая горячка, понял? Завтра заеду. А песку точно убили? Точно. Бог в помощь, хозяин. Че надо? Поговорить нашел. Призрак едешь? Да, почти угадал. А не боишься? Ты же в своем санатории совсем размяк. Когда последний раз на большой охоте-то был? Да в порядке я. И сил у меня достаточно, чтобы остановить эту зверюгу. И я это сделаю. Как? По белой тропе. Выслежу, выманю и застрелю. А получится, в него один прыжок, в тебя один выстрел. Сможешь с одного-то выстрела. Леха, а ты помнишь ту стаю волков? А? Какой ведь страх тогда по деревням стоял? Сколько они овец и лят порезали. Пастуха ясовичей загрызли, помнишь? А ведь мы с тобой наткнулись на них. Одни, без загона. Посреди леса. Вот это была настоящая охота. У меня потом руки два дня трясли. Ведь если б не ты, тогда мы б сейчас с тобой не разговаривали. Леха, пойдем со мной еще раз? С тобой не пойду. Понятно. Как говорится, кто старое помянет? А я не поминаю. Я с этим живу. И ты напрасно надеешься, что я тебе простил, Настю. Опять двадцать пять. Все, никак не успокоишься? Я все думаю, почему она тебя полюбила, а не меня. А чем я хуже? Ведь ты даже тогда в суде сидел? Знаешь что? Ищешь виновных? Или, может, хочешь всю вину на меня свалить? Я хочу, чтобы ты сам догадался. А я догадался. Только я думал, что ты нажил мозги. А ты? Счастливая охота. Бог в помощь. Седьмой, седьмой. Вызывай первый. Прием, седьмой. Я первый. А что, ты запрашивал про БМВ в угоне? Да, да. Подскочи на третий километр в Парище. Может, это то, что ты ищешь? Понял, спасибо. Здорово. Здорово. Ну, что тут? Ну, ни водителей, ни пассажиров нет. Особых повреждений тоже нет. Выходит, аварий никакой не было. Она в угоне. Ну, тогда обычное дело. Покатались и сожгли. Ну, чтобы следов не оставлять. Давно? Часа два назад. Из деревни в МЧС позвонили. Столб дыма заметили. Предусмотрительные гады. Это что за обноски? Ты хочешь отсюда выбраться? Ну, конечно. Так и не вороти носом, а то тебя менты на первом же углу заметут. Мне кажется, там уже моя фотография висит. Их разыскивает милиция. По этим фотографиям мать родную не узнаешь. Лучше все-таки замаскироваться. Что за дела? Эй, козлы, вы номер хаты не попутали? Закрой рот, не до носа. Типа крутые или из ментовки? Базар есть. На базар стрелу забивают, а не в хату ломят. Ты сопли подотри. Боли, хватит! Где вещи с охот базы? Какие вещи? Я знаю. Вещи с охот базы! Чё, что за мной? Повторяю. Где вещи с охот базы? Какого нахрен пашки? Мама, помоги мне. Попаду. Держись. Давай, хватайся за меня. Я супадую. Хватайся за меня, давай. Хватайся за меня, говорю. Давай. КОНЕЦ 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 Нравится? Ну, ничего. Фигуристая такая женщина. Вы ничего не понимаете в искусстве. А вашими соседями никто не интересовался? Волю ищите. Ты её видела? Нет. А в тот день, когда зверь появился, ты ничего необычного не заметила? Я не хочу вспоминать тот день. Ну, не хочешь, не надо. Это кто там хулиганит? А ты, если что-то вспомнишь, да кто-то, по-моему, давно по шее не получил. До свидания. Пока. Так. Гвоздь. Ты что, фонарел, что ли? Я только что кабину помыл. Здорово, Кочура. Здорово. Идиот. Подожди ты. Я нашёл чей-то обрез. Я же говорил, наши такой фигнёй не занимаются. Ну и чей он? Ага, взял тебе сейчас парустак и сказал. Я тебя за сокрытие привлеку, понял? Вы же полные штаны от страха, понял? Так. Ну, что там у тебя опять? Бригадир Толику трактор не даёт. Работать не на чём. Я тут при чём? И бригадир прав. Вот пускай твой этот Кулибин сначала вернёт агрегат в нормальное состояние, а потом с ним будем разговаривать. У этого агрегата проходимость улучшилась. Да? Это сразу протокол. Да? А ворота на ферме кто будет чинить? Я? Проходимость у него увеличилась. Что-то я не заметил, что там проходимость увеличилась. Давай, выкладывай. Да обрез тут Мишки Жердяев. Даже не его, а его дедова ружьишка. Там антиквар. Год назад Миха на своём экскаваторе подрихтовал джип Харченко. А с этим упырём вообще лучше не связывался. Он пригрозил Михе судами и экспертизами, если тот деньги за ремонт не отдаст. Слушай, откуда у Михи деньги? Ну, он ему и предложил дедова ружьишка. Харченко взял? Не, Степан взял. Степан? Ну, а Степан тут каким боком? Ну, так он же вроде как правая рука Харченко. Степан, да? Степан, интересно. Да, Гвоздь, ты знаешь, что ты умыть должник? В смысле? Я твои права, в сельсовет завёз. Да где ж ты, акачур? Давай обмоем, по маленькой. Мне твоя помощь нужна будет. Что, прямо сейчас? Я тебе скажу, как бы. На. Нет. О чем ты думаешь? Где бы перекантоваться? Задуби им до утра. Ой, я никогда раньше так домой не хотела. У тебя-то хоть где-то есть дома. Слушай, Пашка, а где твои родители? Это секрет. Государственная тайна. Ну, не хочешь говорить, не надо. Ну, нельзя говорить. Они тайные агенты. Только молчок. Ну, да. Работают под прикрытием в Лондоне. Данным агентом нельзя иметь детей. Почему? Ну, ты наивняк. А если их раскроют, начнут пытать, шантажируют ребёнка? Воображаешь последствия? То-то. Я сейчас. Здраво, Чига. Как? Чига, здорово. Да, Сига. Да. Тут неподалёку общага. Он тебе кочур разживёт. Зачем нам кочура? Мне-то пофигу. Это тебя менты ищут. А он может помочь. Да нет, я к нему не пойду. Ты что? Он меня убьёт. Я сбежала от него. Могу представить, что ему за это было. Фигня. Я сколько раз от него сбегал, кочур нормальный мужик. Нет, нет. Он меня точно за решётку посадит. Да ничего он тебе не сделает. Нравишься ты ему? Что? С чего ты взял? Видел, как он на тебя смотрит? Этого у меня ещё не хватало. А ты прикинься, глазки как у барабицы сделай. Что, трудно что ли? У мужиков это действует. Да не пойду я. Это должностное преступление. О, привет, Андрюха. Здорово. Если узнаешь, что я тебя скрываю, знаешь, что мне будет? Я просто вылечу из органов, как проб. Никто не узнает. Я могила. Можешь помолчать? Спиногрыз. Молчу. Я заплачу. Я слышал. Может, лучше мне тебе заплатить, чтобы ты уехала отсюда? Куда? Да хоть куда. Просто из нашего района. Катюра, представляешь, если ты раскроешь это преступление. Это очень запутанное дело. Ну, тем более станешь знаменитым. Я тебе помогу. Я тебе организую статью в московской печати. Или лучше, репортаж по ТВ. Тебе дадут квартиру. Получишь звёзды на погоны. Катюра, квартира, это хорошо. Но только ничего не получится. Да почему? Потому что у меня есть начальство. А у них есть ещё начальство. И ещё, и ещё начальство. Ну, прояви инициативу, Катюра. Я знаю, откуда эти уроды, которых мы с тобой догоняли, на машине. Ну и откуда они? Из охотбазы. Они ребят избили в подвале. А если б не пушка, мы их кореша бы им. Подожди, у них что, оружие? И ты думаешь, что это они тебя выследили? Угу. А что они хотели? Они навар с охотбазы требовали. Какой навар? Ну, вещи всякие и ещё. Пашка, часы дай. Это часы моего отца. Видишь надпись? Пашка нашёл их в коттедже для охотников. То есть, отец там был, понимаешь? А у Харченко? Ну? А номер какой? Я номера не видел. Двухкомнатная, на первом этаже. Люкс. Интересно. Ну, что мне сейчас с вами делать? Общежитие не получится, это точно. За меня голову не ломай, устроись. Да знаю я, что ты устроишься. Ну, только такой вариант. В Маринке родители уехали. Марина, это та, которая из ромашки? Да, а что? Да нет, ничего. Ладно, пошёл я. Привет, Кристо. Здорово. Ну, так согласна? Чига! На, держи ключи, сырая. Ты куда завтра? Я на рынок своих искателей. Там по сторонам всяки слыхал тебя ищут. Кто? Ну, тебе казалось, что на репу наехали. Я-то им нафиг упал. Не знаю. Ключи под дверь сунешь. А доказательства? Про ограбление в коттедже никто не заявлял. Малолетки на себя наговаривать не станут. Вот и получается, что часы ты сама нашла. А остальное всё бред, присаживайся и фантазия. Что касается ружья. Тут даже покушения не предъявишь. С Олей заряженной и всё. Да нет, надо ехать Харченко и выяснять всё. А если он сам там замешан? Не, я не верю. Он друг отца. Он может помочь. Я вам там постелила в своей комнате. А нам у родителей. Спасибо большое. Вы очень милая. А вы не скажете, где у вас душ? А, вторая дверь. По коридору. Спасибо. Спокойной ночи. Спокойной. Слушай, ну, мне тоже пора в общагу. Куда ты, Андрей? Я думала, ты останешься. Вот, снимем квартиру, я останусь. Послушай, ты можешь с ней как-нибудь пообходительнее, что ли? У неё проблемы большие. Колыбельные, Петь, или что? Ну, чего ты сразу? Ну, чего ты? Побегу я. Угу. Иди сюда. Здорово, прессанули. А где пацаны? Разбежались, козлы. На товар? Пришлось ей задать. И что теперь? Это он? Сдалгат. Извините, Игорь. Я часы. Друг называется, гнида, козёл. Час, гнида. Где часы? Гады. Проспогнай его. Блогие. Последний раз спрашиваю, где часы. Нет, нет, не бейте, дядя. Я все скажу, что хотите. Часы. Да, конечно, конечно, отдам. Зачем мне такая дорогая вещь? Я эти часы себе дома заложил. Гонишь? Гадом буду. Где он? На Октябрьской, в комке. Пойдем, покажешь. По боку щелкает, повредился. Вы не мульс на плях, а? Ты, Марина. Марина на той карте. Чего? Скажи, Кочуре часы ищет. Ну, те, что у Ольги. Какие часы? Какая Ольга? Стряжь меня куда-нибудь. Ты что, больной сюда нельзя. Вот и лезь. Держи. Вор. Держи вора. Держи вора. Так, все нормально. На, похоже. Все нормально, тетка, это вор. Давай, вперед, пошли. Да подожди. Вернивайся, я сейчас сказала. Давайте подержим. Давай, быстрее, пока шум не хочет. Черт. Давай. Видишь, ты щенок прыткий какой, а? Давай в машину. Так, я тебе сказал, успокойся. Давай, погнали. Чертовщина какая-то. Чем дальше расследование, тем запутаннее. Ну, что ты маячишь, как фонарный стол? Садись. Нет, спасибо, уже насиделся. Вот родственники из Мирасича опознали погибшего. Так это что, что-то получается? Профессор у нас по-прежнему числится в розыске, как пропавший. Намалит нам шею за подставной труп, за закрытие дела. Мы же все правильно делали. У нас же были приметы. Протокол опознания. Вот тут и начинается мистика. Патолог Анатом обнаружил. Родинки и другие приметы. Имитация. Во как закручивается. Что ты об этом думаешь? Что получается, что кто-то хотел, чтобы мы этот труп приняли за профессора Подольского? Точно. Но зачем это театр? Кто-то знал, что хищник должен напасть на профессора. А выходит... Сергей Ильич, я вам сейчас что-то покажу. Что там еще? Это снимки по убийству Балашовой. Ну? Вот куртка, видите? Ну, куртка. Она вся разорвана. Это куртка дочки профессора, Ольги Подольской. Я точно знаю. Так вот, эта куртка была на Балашовой, на убитой, когда на нее напал зверя. Ты считаешь, что ее приняли за другую? Выходит, убийца ориентировался по приметам. Но разве животные на это способны? А что экспертиза? Да что экспертиза? Чертовщина сплошная. О! Смертельные раны нанесены когтями зверя. Причем лицевая часть черепа повреждена тяжелым тупым предметом. Дальше еще круче. Следы отвалены как раз там, где исчезают отпечатки лап животного. Что это, по-твоему, значит? Ну вот, получается, если отбросить мистику, без человека тут не обошлось. Так, в таком случае убийца или его пособник должны быть где-то рядом. У тебя есть какие соображения насчет подозреваемых? Сергей Ильич, ближайший жилой объект от места преступления охотбаза. Кстати, не затронута розыском. Харченко сам обещал достать этого людоеда. Да я не про Харченко лично. Я вообще говорю, что мы не знаем, что происходит на этой базе. Кто там работает, кто туда приезжает. Все принимается на веру его словам. Кочура, не забывай. Охот хозяйства значительная часть местного бюджета. У него охотятся крупные бизнесмены, политики, иностранцы. А наше дело обеспечивает безопасность. Ну вот, мы в целях этой самой безопасности. Этих самых иностранных граждан, бизнесменов, политиков. Нам же плюс. Что ты предлагаешь? Получить официальное разрешение на проверку в хозяйстве. Проверить личные дела сотрудников. Карточки учета, документы. Харченко это не понравится. А у тебя что? В самом деле есть какие-то зацепки? Ну, пока косвенные. Лучше вот как поступить. Чтобы не вызвать лишних подозрений, проведешь плановую проверку регистрации оружия. Ну, мест хранения, документов. Хотя, думаю, у Харченко с документами полный порядок. Спасибо, Сергей Ильич. Ай, ладно. Вы что, совсем охренели? Средь бела дня сюда пацана притащить? Да мы думали, ты сам с ним захочешь поговорить? Думали, думали. Ваше дело не думать, а исполнять баранок. Что узнали? Ну, он говорит, что баба с ним была из Москвы. Что? Баба из Москвы была с ним. Дочка профессора? Не знаю. Так, ну-ка тащи его туда. Пошел! Что за девка была? Говори нам. Я же сказал, Ольга зовут. Так ты откуда ее знаешь? Да так, случайно познакомились. Все! Сюда познакомились? Что ты гонишь? Что ты гонишь? Какого рожда? Ты ей так просто часы, дорогие, Ольга? Она сама сказала, что это часы ее отца. Сама сказала? Где ее искать? Я откуда знаю? Ну, вот сейчас узнаем. Тихо, 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 тихо. Слушай, сюда, пацан. Ты жить хочешь? Да, хочу. Да он стопудово знает, где она. Вот и хорошо, значит, найдете. Ну, так а с ним что делать? Потом придумаю. Так, пристегни его, а ты пошли со мной. Давай. Руку давай. Сосомок. Вот так вот. Вот. Стой, да. Так. Стой. 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 Ой. Что? Что такое? Все, а дальше не проедем. Тут вот пешком, с метром твистом, припремой. Видишь, какой парад ты хотел к Кулибина посадить? На другом бы хрен проехали. Это точно. Ладно, адвокат. Остаешься здесь, а ты пошли. Э, гражданин начальник, куда я? Давай, давай, пошли. Харек облез. Давай, вперед. Да. А, судя по следам, не такой уж и секретный твой объект. Стой. Чего? Это что, собачья? А может и волчья? Да ну тебе, начальник. Смотри, что как было? Ну, а свинарник какой. Что, это собаки ночевали? О, теплые. Охотники сюда часто заходят? Да бывает. Переночевать или непогоду переждать. Понятно. Ладно. Поехали. Ага. Бензин! Иду, иду! Охотник. Охотник. Вам что-нибудь помочь? Нет, спасибо. Вы же в гостях, в конце концов. Садитесь, сейчас будем обедать. Пахнет аппетитно. Спасибо. А у вас в Москве домработница, да? С чего вы взяли? Андрей сказал, что вы дочка профессора известного. А давайте я овощи порежу. Очень люблю готовить. Ну, хотите, режьте. Вам нужно усилить рацион, больше витаминов, белка. И вы что? У меня вон живот не помещается уже в джинсы. С боков повытирала. Ну что, в вашем положении это естественно. В каком положении? Ну, я слышала, вы беременны? Беременна? Я? Это вам Андрей сказал? Умора. А что, разве это не правда? Не, ну понимаете, была небольшая задержка. Я испугалась, Андрею сказала. Он, как человек со всех сторон положительный, меня сразу в ЗАГС потащил заявление подавать. А потом как-то неудобно стало его разочаровывать, что ли. Ну ведь это не честно. А, ерунда. Еще получится. Кроме того, что он будет неделю считать плюс-минус. Так бывает. Мне показалось, там что-то двигалось. Я видел. Бывает. Нет, ну, я точно видел, мне показалось. А ты что, не слышал? Это было оно? Оно, оно. Пойдемте-ка домой, а то нервы сдают. Перестреляем еще друг друга. Пошли. Пойдем. Вот, вот. Степан. А? Налей давай водки. Ага. Выпить хочется. Слушай, видите. Нет, казалось бы, я их увидел. Да не тебе одному казалось. У меня вообще было ощущение, как будто тут... Зверюга где-то рядом. Только и ждет, когда я совершу ошибку. Виктор Сергеевич, да брось ты. Ну, понятно, деревенские напуганные, охотники нервничают. Да хлопнем мы этого зверю, гуран или поздно. Ну, что ты себя так изматываешь? Изматывает неопределенность. Может, я правда уже старею, а? Меня уже подводит интуиция. Да ладно, Чебе, ну, Витя. Да все это усталость. Да при чем здесь усталость? Знать бы, что эта зверюга наблюдает за мной. Чувствовал бы себя поувереннее. Неуверенность для хлюпиков. Не раскисай, Витя, не раскисай. Виктор Сергеевич, а помните, как вы на сякача раненым... Степан, завязывай ты с сякачем с этим. Давайте выпивать. Милая, как долго. Я уже соскучилась. Ну, я же на охоту все-таки приехал. Да? Что ты подстрелил? Где твои трофеи показывают? Тут бы самому не стать трофеем. Ладно, иди сюда поговорить надо. Я сейчас. Что так? Ну, что, повторить? Вот. Что? Видите, что у меня кольцо сбили, как он упал? Вообще, украли, что ли? Между прочим, какой подарок, я не знаю. Ну, ладно, потом найдем, пошли. Ну, какое потом? Мне неудобно без него, я к нему привыкла. А сама-то искала? Да. Я же не могу. Я тоже не буду. Ну, и что? Ничего, попроси Олега. Ну, то попроси, вот он стоит. Владешка, помоги ей. Кольцо накинь. Давай, иди. Спасибо. Все, все. Ну, вы не приедете. Да не буду. Ну, что там случилось? Да ерунда, знаешь, женщин. Кольцо потеряла, а сейчас так на мозги копает. Ну, все, за охоту. Все равно мы его достанем. Достанем, Вить, достанем. Обязательно. Ой, давай. Марина, ты можешь точно вспомнить, что он тебе сказал? Нет, не могу я точно вспомнить, что он мне сказал. То ли какие-то люди с охотбазы, то ли часы с охотбазы. Там черти что творилось. Я только потом видела, как этого малого в машину запихивали. Как они выглядели? Как выглядели? Один высокий такой, голова такая огромная, как тыква. А второй пониже, черненький такой, юркий. Так это ведь они, это те, которые меня преследовали. Господи, бедный мальчик. Это все из-за меня. Да не из-за тебя все это. В часах все дело. Так, я поехала к Харченко. Да сиди ты. Поехала к Харченко. Нельзя туда. Опасно там. Ну, Кочур, ну, миленький, но они ведь не сразу меня убьют, правильно? А часы пусть у тебя будут. Стоп! Я знаю, что мы сделаем. Что ж ты ко мне сразу-то не пришла, а? Ты где была-то все это время? В подвале пряталась с местными подростками. В подвале? Свалилась же на тебя, а? Сколько же тебе досталось-то всего? Ну, ничего. Держи тарелку. Сейчас будешь у меня, а здесь тебя никто не тронет. Бери, бери вот сыр. Катю жалко, как с ним могла случиться эта история. Да, дикая история. А вы не знаете, родителям позвонили, сообщили? Все, позвонили, уже сказали. Сейчас главное тебе отдохнуть, сил набраться. Ой, да какой силы набраться? Мне отца искать надо. Конечно, будем искать, но для этого-то силы нужны. Поэтому ешь и набирайся сил. Спасибо, Виктор Сергеевич. А хочешь, я тебе баньку организую? Ну, там, с квасом, веником. Там еще бассейн есть. Да не, мне бы до душа доползти. Ну, как знаешь, ешь. Я сейчас Степану скажу, он тебя отведет в комнату. А там все, чистая одежда, все как положено. Ешь. Давай сюда. О, это хорошая точка. Почти все просматривается. А мне здесь долго торчать? Если все в порядке, она знак какой-нибудь вывесит. А потом я свободен? Нет. Еще раз сосчитай шахранников и посмотришь, где стоят. Ты в пионов решил поиграть? Сиди тихо и не высовывайся. Ну, вот, располагайтесь. Спасибо. Душевая кабина, она здесь. Давайте я вам помогу. Если вам что-то понадобится, я буду внизу. Спасибо большое. Душевая кабина, она здесь. Душевая кабина, ты тварь. Где ты, сука? Я пристрелил в гад. А ты, Олег, кочел куда подряд. Так, что ты делаешь? Только не вмешивайся, лейтенант. Понял? Сами разберемся. Как ты не вовремя, кочерыш? Что у вас тут происходит? Да происходит. Знаешь, только можно понять человека. У него девушка сбежала. У меня известная история. Да, только она еще какие-то там ценные бумаги у нее прихватила. В общем, заявлять будет? Да черт его знает. Нехорошо получается, а? Через два дня открытия охота. Мерцалов выгодный клиент. Жаль будет, если он уедет. Можешь с ним поговорить? Не вздумай. Ты не знаешь. Для них иногда о глазках хуже разорения. Ты чего приехал? Вот, ознакомьтесь. Чего это? Плановая проверка, нужно отчитаться. Все для галочки работаешь, да? Тебе отчитаться, а мне людей из леса вытаскивать? От работы отвлекать? Так положено. Для вашей же безопасности. Нужно проверить, где хранится. Сколько тебе надо на это дней? Дня два, наверное. Давай так. Сегодня и завтра. Но чтоб когда гости приедут, я тебя не видел. Идет? А если не будет никаких сложностей? Не будет. Степана найди. Степан тебе все покажет. Оружейку, протоколы, все журналы, учеты. Спасибо, Виктор Сергеевич, за содействие. А еще вопрос можно? Какой? Вы Ольгу давно видели? Кого? Ольгу Подольскую. Я думал, уехала и даже не попрощалась. А что? В розыск ее объявили. Ого. Нет, давно не видал. Давай, давай. Степан все покажет. Вадим Петрович, может, вам минералочки или бутерброды сутро? Не надо, иди ты отсюда. Слушай, выпьешь со мной? Нет, не могу. Что, язду-то? Работу. Ты сам видел, как она уехала? Нет. Мне звонили с поста рано утром. А что ты взял, что в аэропорт? Она спрашивала, как туда проехать и сколько. Ага, так, судя по всему, она уже в полете. Ну, наверное. Слава Богу, отлично. Я отделался от этой дуры. Коллега, выпейте со мной. С утра, Вадим Петрович. У меня повод, у меня повод. Они у вас не переводят. Живем, ребята! Представьте, Наташа, эта дура решила меня обокрасть. Она меня решила обокрасть. Ну, потрясающий идиотизм. А я еще не хотел купить квартиру, но в качестве отступного. Она сама. Я вас не понимаю? У меня в дипломатике были чеки швейцарского банка на предъявителя. Только счета эти давно уже закрыты. Она их выкрала и сбежала. Так что... Расставание с ней мне не стоило ни купейки. Слышь, Антар, а у тебя есть любовница? Ну, Наташа, приведите ему. Мистер Мирцалов asked, do you have a girlfriend? О, no, 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 I marry. Мэри, я вижу по глазам. Yes! Все, учись. Бабам доверять нельзя. Особенно в бизнесе. Нет. Их купит или жадность, или глупость. За слабый пол. Наташа, за вас. Слушайте, что у вас за бардак в документах? Клякса, исправление. А что, неразборчиво? Ну, как-то... Скажите, а сегодня сверку у тех, кто на базе, произвести можно? Нет. Об этом заранее надо предупреждать. Мы ж договорились на завтра. Просто Харченко просил ускорить проверку. Надо позвонить Виктору Сергеевичу. Ну, ладно. Завтра так завтра. Дай, Степан. Посмотрите на эту фотографию. Убитая, что ли? Вы ее видели? Да, она к шефу приходила. Когда? Да как раз в тот день. Перед охотой. Ладно. До завтра. Кто такие? Лейтенант Кочура. Что вы тут делаете? Мы из Московского отделения Всемирной организации «Зеленый мир». Я доцент Зеленин, а это моя ассистентка. Документики предъявите. Почему фотографируем охотбазу? Это что, запрещено? Охотничья база – это не военный объект. Мы сами разберемся, что запрещено, а что нет. Вы ничего не перепутали? При чем тут Российская Федерация? Мы работаем по всему миру. Контролируем соблюдение сроков охота. Так, я такие документы первый раз в жизни вижу. Здесь все, что угодно можно написать. Вы задержаны, пройдемте со мной. Лейтенант, вы не превышаете своих полномочий? Так, спокойно. До выяснения личности я имею право. Быстро вперед и без глупостей. Лейтенант. Давайте, давайте. Разрешение на съемочку у вас имеется? Нет. Вперед. Откуда ж ты такой взялся? Давайте без разговоров. В отделении поговорим. Вперед. Тихо. Ты Ольга? Да, а вы кто? Имеет значение. Смотри, этот от твоей комнаты, а этот от запасного выхода в конце коридора. Поняла? Зачем? Ты должна срочно бежать. Сегодня же ночью. Тебе опасно здесь оставаться. Вы знаете моего отца? Скажите, что с ним? Где он? Мне нужно его найти. Ему нужна моя помощь. Я ничего не знаю. Ты должна срочно бежать. Тогда почему... Держи. И послушай моего совета. Твоя жизнь только начинается. Береги себя. Гнатюк Степан Тарасович. Гнатюк Степан Тарасович. Судимость о 2004 году. Статья 206. Часть 2. Гнатюк Степан Тарасович. И смотрите, чтобы больше никаких провалов. Завтра дочка профессора исчезнет. А пока он должен знать, что она жива и здорова. Понятно? Я спрашиваю, понятно? Да понял. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok